Вместо «Жигулей» в подъезде запорозской многоэтажки появилась «Шкода». Такие метафоры используют жилищники при описании новых лифтов. Их сейчас устанавливают во многих домах. До чего дошел прогресс в сфере подъемников, видела Полина Спасенко. Старый лифт в доме 24 по улице Трегубенко установили еще в 80-м году. Сейчас ему было бы 33. Однако кризис среднего возраста подъемнику пережить не удалось. На его месте теперь красуется новый. Он, по словам жилищников, отличается от старого не только внешне. Мы видим внешнее обрамление, видим кабину, видим свет, видим табло. То, что находится внутри, мы не видим. То есть это уже принципиально новая кабина. За 30 лет принципиально техника и электроника ушла вперед. Поэтому этот лифт отличается принципиально от своих собратьев прошлого века. Точно так же, как «Жигулей» первой модели от «Шкоды». Достоинств такой обновки немало, сообщают сотрудники КП «Основание». Говорят, теперь жильцы не будут просыпаться среди ночи, если кто-нибудь из соседей поздно возвращается домой. Лифт едет практически бесшумно. Да и отрязки тоже можно забыть. Я, непосредственно проехавшись на этом лифте, для себя отметил несколько технических особенностей, которые этот лифт выгодно отличают от тех, которые сегодня действуют. Это плавность хода, как остановок, так и самого движения. Сама кабина не сгорающая, то есть из специального металлического материала, который, скажем так, пожаробезопасен. На сегодня в Запорожье уже установили 32 новых лифта. Более половины из них ввели в эксплуатацию. Остальные на подходе. Остается у нас 10 лифтов, которые у нас готовы к эксплуатации. Заканчивается последнее тестовое испытание, подписание документов. И в течение двух-трех недель максимум эти лифты будут работать. По официальным данным, в запорожских домах порядка трех тысяч лифтов. И более 60% из них необходимо менять, говорят в мэрии. На это потребуются миллионы гривен. Поэтому составляют так называемый список приоритетности. Проводят экспертизу и на ремонт или замену самых проблемных подъемников выделяют средства в первую очередь.